Таких концертов в ближайшие 10 дней пройдет немало. Чем еще готовы уделять сибиряков филармония в дни Рождественского фестиваля искусств, выяснял Анатолий Харитонов. Постоянный друг, партнер и коллега филармонии Виктор Дмитриев представил свои работы на персональной выставке «Фестиваль как чудо». Теперь аудитория зала имени Каца может рассмотреть архивы и вспомнить рождественскую историю предыдущих лет. На кадрах отрывки из спектаклей и концертных программ. Давайте посмотрим фотографии и если мы были на этих спектаклях, вспомним вот те замечательные моменты, те чувства, которые мы испытывали. Тем временем на здании камерного зала филармонии появилась надпись «Полуметровые буквы видно издалека». В темное время суток они засияют и привлекут к себе внимание прохожих. Нам очень хотелось, чтобы и жители города Новосибирска, и гости, и все, кто пробегает, проходит, встречается здесь. Мне кажется, одно из самых популярных мест в городе смог почитать и увидеть эти буквы, говорящие о том, что это здание принадлежит Новосибирской государственной филармонии. Бывший дом Ленина передали филармонии в конце 80-х. Он мог быть местом приемов, но по счастливому стечению обстоятельств с 2003 года стал первым в Новосибирске дворцом музыки. Галерея, уютные гостиные, комфортное расположение в центре города. Преимущества очевидны. Это наш первый зал, это наш первый дом, где был офис, где поместились те, кто мог поместиться, как в тереме-теремке. Это очень много здесь всякого было, и мы всячески его лелеяли. Для меня это особенно персонально важно, потому что я придумал это название, потому что как-то надо было отделить его от большого зала, малым залом называть вроде бы не очень хотелось бы. Поэтому пришло название камерный зал. Первые зимние дни не перестают радовать сибиряков яркими культурными мероприятиями. Филармония насыщает их максимально и удовлетворяет потребности каждого желающего. Анатолий Харитонов, Елена Медведик, Олег Сурков. Новости ОТС.